МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Горьбелышев. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Запорожцы против коммунальщиков. Кто виноват и что делать? По стопам Кобзаря в Запорожье прошел третий фестиваль Тарасова-Стежина. Корейские каникулы и запорожские спортсмены на родине Тхэквондо. Человек против акулы или проигрывают даже чемпионы. Трехлетняя Даша Яковлева продолжает бороться за жизнь. Напомним, играя со спичками, девочка подожгла на себе одежду, в результате чего обгорело 70% ее тела. 17 июля Дашу доставили санавиации из Мелитополя в 5-ю городскую больницу. Сегодня была проведена уже третья операция. Также у ребенка диагностировано воспаление легких. Первоначально на лечение требовалось порядка 100 тысяч гривен. Сейчас сумма увеличилась. Необходимы деньги и на последующую реабилитацию в Бостонском ожоговом центре США. Часть средств уже удалось собрать при помощи неравнодушных людей. Еще около 70 тысяч гривен перечислил Запорожский областной совет. И руководство областной рады, и практически весь депутатский корпус на сегодняшний день надав финансовую поддержку Даши и ее родине. Порядка 70 тысяч гривен было перераховано на рахунки их родителей. Хочу сказать, что в этом также заслуга и руководителей наших коммунальных предприятий, и всех неравнодушных граждан, которые откликнулись на эту проблему и начали сбирать денег. Плесень, трещины и невыносимый запах. Источником этих проблем для жильцов одного из домов по улице Портовой, по их мнению, является подвал. А именно, коммуникации, которые в нем находятся. Коммунальщики, в свою очередь, обвиняют самих жителей и проводить ремонтные работы пока не планируют. В ситуации попыталась разобраться Евгения Али. Проблемы с подвалом в этой девятиэтажке по улице Портовой, говорят местные жители, начались еще несколько лет назад. Постоянно затапливают подвал, воняют фекалиями. Ничего мы сделать с этим не можем. В трубах постоянно течь. Тараканы бегают, курсаки бегают, мыши по подъезду бегают. Юрий рассказывает, уже не раз обращались в коммунальную службу с просьбой откачать воду и заменить коммуникации. Кроме того, в подвале располагается электрощитовая. Жильцы опасаются, что из-за постоянных подтоплений может произойти замыкание. Трубу где-то рвануло, и постоянно все течет подъезд. Когда проходишь здесь, тут воды по щеколотке. То есть мы ложили кирпичи сюда, ложили доски, чтобы как-то проходить. Также, по словам жильцов, отлаги в стенах появились трещины. Многие говорят, что уже и сам дом дает усадку. Вот смотрите угол нашего подъезда первого. Уже весь полупался. Вон уже облазовался. Что там было? Пострадали и квартиры на нижних этажах. У меня проблемы есть. У меня несущая стена лопнула. Она лопнула пока еще не сильно. Это хорошо. Постоянно вот эта торцевая стена зимой очень холодная. И постоянно она черная. То есть там уже грибок настолько развивается, что он ничем не убивается. А в этой квартире плесень практически съела стену в ванной комнате. Даже ремонт не в силах устранить проблему. Плесень везде. И там, и тут, и тут. Задапливает и первый этаж. Здесь когда-то располагались кафе и магазин. Сейчас эти помещения пустуют. Но канализационная вода доходит и сюда. Коммунальщики говорят, вся проблема в неправильной эксплуатации системы. Она засоряется отходами. Сами трубы замены не требуют. Поэтому в план на капитальный ремонт многоэтажка по улице Портова 10 в этом году не попала. Жильцы нарушают правила эксплуатации канализационных систем, которые предусмотрены не кидать твердые отходы, крупные отходы и все остальное. Тем самым дают прецедент забивания всех путепроводов. На настоящий момент система работает и коммуникации капитального ремонта не требует. Евгения Лида, Рязырянова, ТВ5. Приоритет энергоэффективность. В 2016 году комбинат «Запоросталь» снизил потребление природного газа до исторического минимума. 160 миллионов кубометров, что на 22% ниже показателей 2015-го. Работа над проектами экономии энергоресурсов на комбинате продолжается. Ведь это вопрос конкурентоспособности предприятия. За шесть месяцев этого года расход газа на «Запоростале» снижен еще на 2 миллиона кубометров. Инструментом достижения поставленных целей является комплексная программа по снижению затрат на энергоресурсы и, соответственно, повышению энергоэффективности. Наши разработанные, внедренные мероприятия позволили сэкономить нам порядка 2 миллионов кубических метров природного газа. Работа на этом не останавливается, продолжаем. Ключевым моментом в энергосбережении стал перевод горелок огломаши на коксодоминую и природнодоминую смесь, что позволило существенно снизить расход газа. В совместный проект «Запоростале» и «Запорожкокса» по обмену вторичными газами инвестировано 75 миллионов гривен. Сложная экономическая ситуация в Украине в условиях постоянного роста цены на энергоносители направляют нас на поиск новых решений по снижению энергопотребления. Чем выше расход энергоресурсов на производство, тем ниже наша конкретно способность на рынке. Поэтому на системной основе мы работаем на снижение потребления дорастойчивых энергоресурсов, а сэкономить средства перенацеливаем на реконструкцию, ремонт и модернизацию оборудования, повышение заработных плат наших работников. Праздник православной бабушки. В областном центре стала уже доброй традицией проводить его в день святой княгини Ольги. Тетрализованное представление, песни и викторины. Так сегодня поздравляли запорожских бабушек. Как это было, видела Галина Знаменская. В честь святой равнопостальной княгини Ольги в храме ее имени прошли праздничное богослужение и крестный ход. В нем приняли участие священнослужители запорожской епархии Украинской православной церкви и десятки жителей нашего города. Мне бы очень хотелось пожелать, чтобы наши бабушки научили нас, внуков, как сохранить веру, как ее приумножить, как действительно передать ее неповрежденной нашим детям, нашим внукам, чтобы на нашей земле всегда был мир. Владыка Лука напомнил запорожцам о руле святой княгини Ольги, которая обладала не только мужеством и несокрушимой волей, но и государственным умом. Ее христианская вера стала решающим фактором в духовном воспитании крестителя Руси, князя Владимира. Я вот Ольга сама, я чту эту память о Ольге, ну и придерживаюсь праздники, верю в Бога, верю в Иисуса, что Он нас спасет. После на Аллее Славы для прихожан и жителей Запорожья состоялся концерт. Его посвятили всем бабушкам. В этот день внуки говорят своим вторым мамам теплые слова. Я очень люблю свою бабушку, она всему меня научила, и нет лучшей в мире такой бабушки, как она. Моя бабушка – это корни, это наши корни. Наша бабушка для нас имеет огромное значение. Мы любим нашу бабушку, дорожим ей. Ну и мы считаем, что свои корни нужно уважать, беречь и ценить. Среди бабушек провели веселую викторину, и каждой подарили цветы. А в завершении мероприятия все вместе спели. По стопам Кобзаря в Запорожье отметили годовщину пребывания в городе Тараса Шевченко. В этот раз фестиваль собрал гостей из Харькова и Днепра, представителей белорусской, немецкой и армянской диаспор. В творческую атмосферу мероприятия погрузилась и наша съемочная группа. Фестиваль Тарасова-Стыжина – это пропаганда украинской культуры. Тут читают стихи Тараса Шевченко или свои авторские произведения на украинском языке. Также можно исполнить песню или сыграть на музыкальном инструменте. Организаторы называют мероприятие международным, так как проявить свое творчество смогут не только украинцы. До нас сегодня завитают белорусы, немецкая диаспора, армяне. Они выполняют свои народные песни, они тоже живут в Украине, тоже их очень любят. А нам будет очень интересно посмотреть их творчество. Из Харькова Дударин, из Павлограда – поэты и композиторы. Продемонстрировать свои таланты и озвучить слова украинского поэта приехали дети и взрослые из разных уголков страны. Меня зовут Олена. Я сюда приехала с Харькова. Спевать буду, играть на бубоне. Поддержать друзей, отдохнуть на берегу Днепра или просто послушать хорошую музыку. Каждый приехал на фестиваль со своей целью, но с одной идеей – популяризировать украинский язык и культуру. Мене покликали друзей, сказали, підтримайте цей захід. А для меня это достаточно, потому что захід будет, что называется, проукраинский. Я не спеваю российскую, принципово, если выступаю на сцене, хотя я и выращенный на этих принципах и так далее. Но я считаю, что у нас столько возможностей и шансов у нас очень много сделать то, что мы делаем для Украины, чтобы было нормально и своя песня, и свои ощущения. Данный фестиваль, считают участники, нужен не только для развлечения, но и для сохранения украинской идентичности. Для этого нужны нам поэты, для этого нужны музыканты, для этого нужны фестивали. Нам нужна духовная правда, которую Шевченко нас наснаждает. Вот это та стежка, правильно назвали, Шевченкова стежина, Тарасова стежина. Вот это, если мы будем идти по этой стежине, мы выиграем, и мы – супер-держава в свете. Поздравляю всех с третьим фестивалем. Бажаю организаторам натхнения, всем глядачам, всем участникам Божьей наснаги, и чтобы мы любили нашего Шевченко не только на словах, а и сгадывали его в своих действиях, потому что он был державотворцем. Алена Матвеева, Александр Гоц, ТВ5. Добрый ящик на поляне сказок и украинский супергерой. Это и многое другое далее в нашем выпуске. Эпицентр лета. Как отдохнуть всей семьей и при этом выиграть тысячу гривен. Объединение с вселенной. Праздник Перуна на Хортице. Опыт и олимпийский рейтинг. Итоги выступления запорожских тхэквондистов в Корее. Уникальный заплыв. Виртуальная акула быстрее реального человека. Мы – это то, что мы едим. Роль здорового питания в образе жизни переоценить трудно. Наши журналисты решили узнать, что необходимо есть, чтобы хорошо себя чувствовать, и не ударит ли это по семейному бюджету. Результаты исследования далее в сюжете. Оксана слышала о здоровом питании давно. Добавить в свой рацион полезные продукты решила два месяца назад. Я пытаюсь узнать, что это, как это, на что это влияет. То есть какие-то элементы я пытаюсь использовать в своей повседневной жизни. Пока я еще не покупаю массово какие-то продукты. Просто попробовать. То есть это какие-то буквально элементы. Там какое-то печенье, там какой-то шоколад, наподобие шоколада. Но я не могу сказать, что это очень дорогие продукты. Подобрать правильно рацион Оксане помогла инструктор по здоровому питанию Алена. Тем не менее, сделать свое меню недорогим и сбалансированным можно и самостоятельно. Я рекомендую обратить внимание на информацию, на статьи, передачи, какие-то лекции, где преподается информация с точки зрения аюрведы. Потому что она как раз дает этот индивидуальный подход и с точки зрения функциональной медицины. Правильное питание для каждого индивидуально. Переходить на него нужно постепенно. Первое – исключить из рациона некоторые продукты, частично заменив их натуральными добавками, которые только на первый взгляд кажутся дороже. Вы будете покупать более дорогие продукты. Они более качественные. Они имеют экологическое происхождение. В них не будет неблагоприятных, например, пестицидов, тяжелых металлов. Но в то же время вы будете его потреблять более умеренно. Вы откажетесь от дешевых продуктов, но которые вы приобретаете и потребляете в большом количестве. И таким образом, заменяя неполезное, но дешевое, чуть более дорогим, но полезным, вы остаетесь примерно в таком же финансовом балансе. Мы решили проверить, сколько будет стоить правильное питание. Тем более, оказалось, магазинов, которые реализуют в нашем городе экологические продукты, достаточно много. В составе рациона «День» мы приехали в один из таких магазинов и решили узнать, какова цена здорового питания. «День» Экологической продукции на прилавках магазинов много. Сразу понять, что нужно купить и чего хочется, достаточно сложно. Поэтому, переходя на здоровое питание, изначально нужно составить меню и не исключать из рациона все привычные для организма продукты. Нужно очень постепенно переходить к полезному питанию, оставляя понемножку эти вредные продукты, но постепенно их уменьшая, добавляя взамен полезные. В здоровом теле здоровый дух. Это выражение подходит не только для занятий спортом, но и для правильного питания. А если совместить это, можно быстро достичь положительного результата, говорит Оксана. Я стала лучше себя чувствовать, у меня улучшилось настроение, как-то я стала больше немножко прислушиваться к себе, я научилась расслабляться. Алена Матвеева, Александр Гоц, Руслан Шевченко, ТВ5. В центральном парке Мелитополя появился «Добрый ящик». В ходе благотворительной акции планируют помочь нуждающимся горожанам и в первую очередь детям. Мелитопольцам предлагают поделиться одеждой, обувью, игрушками и констоварами. «Добрый ящик» разместили возле поляны сказок, где всегда очень много родителей с детьми. Сделать добро просто. У нас есть вот таких четыре ящика. Сюда можно положить любые подарки, все, что вы считаете, что может быть подарком для кого-то. Больше всего у нас здесь детских игрушек. У нас есть ящик для канцелярии. И хочу сказать о том, что не обязательно приносить только новые вещи. Это могут быть... Самое главное, чтобы это были исправные вещи. Поэтому у нас здесь есть папки, обложки и так далее. Эпицентр лета. Фестиваль семьи по таким названиям состоялся в Запорожье. В его ходе можно было выиграть различные подарки и принять участие в розыгрыше главного приза – тысячи гривен. Что еще интересного было на мероприятии, видели наши корреспонденты. Праздник начинается. Тут, на главной поляне Центрального парка культуры и отдыха, семьи собрались, чтобы отметить середину лета. Мы организовали родинное святое «Эпицентр Лито», до которого долучился дубовый гай. Мета этого фестиваля – объединить семью, родину, чтобы проводить отпочинок и досуг все разом. На мероприятии организовали развлечения для всех, как для взрослых, так и для детей. Мы подготовили безкоштовные майстер-классы для мешканцов города. Головный приз – это тысяча гривен, розыгрыш лотерей для всех участников фестиваля. Также есть разные локации для всей семьи, для мам, для детей. Там майстер-классы по выкладыванию джемов, по электроинструменту, для детей, малювания, разные там самороки. Поучаствовав в конкурсах, можно было не только получить позитивные эмоции, но и сувениры. В теннис поиграли с сыном, обыграл меня, потом еще на победителя сыграл кого-то. Ты девочку обыграл, да, какую-то? Молодец, чемпион. В конкурсе поучаствовали? Да, я вот гвозди забивал. И рамку подарили за то, что гвозди забивал. Теперь дома опять забивали, гвозди придется. Все уже так внимательно смотрят на гвозди. Итак, три, два, один, поехали! Завершился фестиваль награждением победителей лотереи и вручением подарочных сертификатов. На работе я от семьи далеко, а когда я после работы встречаюсь с семьей, и вместе, когда вот так проводим время, это всегда приятно и мне, и детям, и супруге. Евгения Маловик, Алена Матвеева, Константин Грушко, ТВ5. Десерт за участие в парке «Дубовая роща» прошел праздник мороженого. Полакомиться сладостями можно было абсолютно бесплатно. Но для этого надо было предоставить специальные флайеры, которые вручали за активное участие в различных конкурсах и мастер-классах. Подробнее далее в сюжете. На праздник мороженого пришли десятки запорожцев. Среди них и Алексей рассказывает о своих предпочтениях. Я люблю мороженое, потому что оно сладкое. А я люблю мороженое, светофоры, мохито. А вот Мария на фестиваль пришла со своим другом. Ребята уже успели покушать свое любимое лакомство, а также поучаствовать в мастер-классах. Моё любимое мороженое клубничное. Клубничное, потому что оно очень вкусное и красненькое. Там же внутри очень вкусный. Развлекали всех посетителей праздника персонажи из мультфильма «Зверополис». Они провели увлекательный квест-театр. Также каждый желающий смог поучаствовать в конкурсах и за это получить призы. Но главным подарком для детей оставалось бесплатное мороженое. Чтобы получить бесплатную порцию мороженого, нужно предоставить вот такой вот флайер. А чтобы его выиграть, потребуется выполнить несколько интересных заданий. Это либо намалювать боди-арт в формате, там, в выгляде мороза. Это, например, створить морозовую орегами. Это можно его намалювать на деревянных разрезах, або размалювать размалювкой, плюс пограть в резонанских конкурсах. Праздник мороженого приехал к нам из Харькова. Организаторы надеются, что это не последний кулинарный фестиваль, который пройдет в Запорожье и вновь соберет сотни счастливых семей. На острове Хортица продолжают отмечать праздник Перуна. В славянской мифологии он является богом грозы, грома и молнии, а также покровителем воинов. Прославляют громовержца в середине лета. Обязательным действом является обряд, во время которого читают молитвы, зажигая священный огонь и жертвуют хлеб, зерно и молоко. День Перуна – это праздник духа победы, мужской силы и мощи. Он длится на протяжении недели. Перун – бог-громовержец в славянской мифологии, покровитель и защитник государства. Проявляется сила Перуна, его мощь, его какие-то качества, которые владеет и обладает наш родной бог Перун, который олицетворяет все это, ярую силу мужскую. В этот день принято не только славить Перуна, но и проводить традиционные обряды. Для начала все выстраиваются по кругу и разжигают священный костер. Почитание обряд славления, почитание предков. Также мы будем общаться, работать, призывать силу Перуна. И хотя подобные обряды в наше время выглядят необычно, у многих они вызывают интерес. Примерно с 2012 года узнаю, интересуюсь. Силу как-то хочется свою применить и что-то новое узнать для себя. Участники обряда надеются, что, почитая предков, им удастся вернуть мир родной земле. Также в этот день нужно жертвовать продукты, которые являются результатом труда. А именно хлеб, зерно, молоко с медом. Сегодняшний обряд был призван на то, чтобы в обрядовом действии открыть врата небесные, то есть соединиться со вселенной, со всем окружающим нас миром, и наполниться силой Перуна. Это всегда какое-то таинство, какое-то священно-действо, которое можно понять только побывав на этом обряде. То есть ее надо почувствовать. Это какие-то, то есть могут приходить к людям во время этих обрядов, какие-то озарения, какие-то просветления моментальные. Хорошо, что она была не настоящая. Олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров. Импровизированное соревнование состоялось в рамках одной из телепередач. Причем Фелпс, снаряженный моноластой, действительно плыл в одном из южноафриканских заливов. А хищник был смоделирован компьютером. В итоге чемпион проиграл ровно 2 секунды. Хорошо, что акула была виртуальная, потому что иначе заплыв мог завершиться задолго до финиша. Субтитры создавал DimaTorzok Последняя информация о выпуске. Напоминаю, актуальные новости города и области вы всегда можете найти на нашем сайте tv5.zip.ua. В студии работал Игорь Белышев. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok